Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии для вас работает Галина Выговская. Здравствуйте. И в этом выпуске вы увидите. Ночное убийство в Одессе. В Симафорном переулке 4 произошла драка между двумя мужчинами. Один из них нанес удар ножом в сердце. Рыбацкий протест под облпрокуратурой. Не дают возможности работать. Сейчас на данный момент не дали дозвил. Природная аномалия. В Одесской области выпал желтый и розовый снег. Вот тут вся дорожка красная. Ножом в сердце в четверг 22 марта около половины 11 вечера на пуль 102 поступил вызов. В Симафорном переулке 4 обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Также этим утром на французском бульваре нашли труп 19-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. В полиции говорят, случаи между собой не связаны. Полицейские нашли убийцу 47-летнего мужчины, тело которого обнаружили в полуподвальном помещении одного из домов в Черноморске. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Два человека пострадали в ночной аварии на Пантелеймоновской. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки. Водитель Митсубиши ехал со стороны железнодорожного вокзала и не справился с управлением. Между улицами лейтенанта Шмидта и гимназической автомобиль занесло на встречную полосу, где он врезался в Рено. Водителей пассажира француза госпитализировали. Митсубиши занесло. На скользкой дороге ехало. Со стороны железнодорожного. Ну так бы касательно. Ну уже, можно сказать, навстречу, но и не скрутило. Пострадавшие несколько лет. За скорость отбор. Да. Такие как бы не смертельные, не критические, но такие поверхностные. Еще одно ДТП произошло утром на углу улиц Пастера и Преображенской. На ходу из маршрутного такси выпала пассажирка. Ее госпитализировали в больницу с травмой ноги. На месте происшествия работает следователь. Выясняются подробности. Разрешите работать. Несколько десятков рыбаков предприятия вышли на протест под стены облпрокуратуры. Требуют привлечь главу госрыбагентства в Одесской области к уголовной ответственности. Подробнее в сюжете моего коллеги Назара Бурхана. Несмотря на холод, около двух десятков рыбаков вышли на мирную акцию протеста под облпрокуратурой. Утверждают, из-за коррупционных схем начальника госрыбагентства Одесской области уже несколько месяцев сидят без работы. Их предприятия уже в который раз лишают разрешения на вылов рыбы в Днестровском лимане. Эти колхозники, за которых мы стоим, они в настоящий момент работают сами. Когда-то работали у этого начальника, работали, не получали зарплаты, поэтому решили создать свой колхоз и сами работать. Но, видно, не нравится начальству то, что они отдельно работают. И всеми силами стараются сделать так, чтобы эти ребята, как отдельная структура, не работали. И не дают возможности работать. Сейчас, на данный момент, не дали дозвил. По словам митингующих, выловом рыбы в Лимане занимаются сомнительные фирмы. Существует постанова 992, в которой четко указано про распределение материальной базы технической, то есть орудия лова. В прошлом году эти законы все были попраны Юрчуком, и он дал разрешение фирме Укро-сервису, которая была вылов менее 5 тонн, там 4 с копейками. Рыбаки неоднократно обращались в прокуратуру с требованием расследовать дело. Однако, как они утверждают, реакции не последовало. Чтобы обратить на себя внимание надзорного ведомства, перекрыли участок дороги между Пушкинской и Дерибасовской. В итоге, к протестующим вышел представитель прокуратуры и предложил провести переговоры. Однако, стороны общего решения не нашли, и митингующие поехали к обоадминистрации. Сегодня мы подготовили свернение к губернатору Одесской области Степанова с требованием направления клопотаний относительно освободительной посадки начальника областного управления рыбоохороны Сергея Юрчука за выдание злочинных наказов, которыми он дал право браконьерам заниматься ловом рыбы. Если требования рыбаков не выполнят, они планируют обращаться к руководству страны. Назар Бурхан, Игорь Казанжи, 7 канал. Правоохранители обнаружили питомник конопли в Одесской области. Во время обыска в селе Великодолинское во дворе одного из частных домов сотрудники прокуратуры и полиции попали в помещение, где росли кусты конопли. Изъяли более 500 фасовочных пакетов и электронные весы. Начато досудебное расследование. У стен Министерства здравоохранения Украины прошла акция, посвященная борьбе с туберкулезом. Во время мероприятия в небо выпустили 22 шара белого и серого цвета. Почему именно такое количество и что символизируют эти цвета, далее в сюжете наших корреспондентов. Каждый день от туберкулеза в Украине умирает 11 человек. Именно столько шариков белого цвета участники акции вначале запустили в небо. Участники говорят, если политика государства в сфере лечения туберкулеза не изменится, то завтра мы потеряем еще 11 жизней. Потому в небо запускают следующую партию шаров. На этот раз серого цвета. Было объявлено, что умерло от туберкулеза 4 тысячи человек в 2017 году. В то время как в 2014 и 2013 году было порядка 11 тысяч человек. Это вопрос, за счет чего такой прогресс. А прогресса нет, просто не до выявления. Врачи уверяют, профилактика заболевания и повышение иммунитета увеличивают шанс не заразиться туберкулезом. Главная цель акции – донести, что если вовремя обратиться за врачевной помощью, туберкулез можно победить. Необходимо только соблюдать правильную схему лечения. Не можно перерывать лечения туберкулеза, потому что если человек принимает соответствующие лечения и тогда перерывает это лечение, то тогда развивается так называемый мультирезистентный туберкулез, который очень плохо поддается этому лечению. Лечение туберкулеза длится в среднем полгода, но все зависит от формы выявленного заболевания. Протитуберкулезные препараты, в принципе, дают бесплатно. Иногда бывают перебои, термокупователи. Дорого кошка лечения этих заболеваний, которые вызывают протитуберкулезные препараты. Особенно людей летнего века, где начинают печеньки отмевлять. Одесская область в лидерах по количеству больных туберкулезом и ВИЧ. Для большей эффективности уже в этом году в нашем регионе объединят службы по борьбе со спидом и туберкулезом. Наша основная задача – это организовать работу этого центра. Параллельно с этим мы продолжаем внедрять амбулаторные модели лечения туберкулезом. То, что на сегодня является приоритетным во всем мире. У нас уже есть определенные результаты на этот счет. Кроме всего прочего, мы будем внедрять ускоренные методы диагностики. Необходимо не забывать, что туберкулез распространяется воздушно-капельным путем. Заболеть им может любой человек, независимо от возраста, пола и социального статуса. Главные правила профилактики – полноценное питание, отказ от вредных привычек и занятия физкультурой. Александр Тарасенко, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, Евгений Очменцев, Седьмой канал. В Одессе усилят контроль за аутентичностью отделки и окраски фасадов исторических зданий. Все в рамках программы номинирования исторического достояния Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так уже появились обновленные паспорта памятников архитектуры в центре города. То, что у нас действительно долгое время в Одессе не производилось, это непосредственно изготовление паспортов, окраски и отделки фасадов зданий, которые позволяют определить, в каком аутентичном виде должны быть эти здания, для того, чтобы можно было в дальнейшем приводить их в порядок. Проблемы надстройки этажей в исторических зданиях в центре города, как и другие вопросы охраны объектов культурного наследия, рассмотрят 18 апреля в Киеве на парламентских слушаниях. Внезапные проверки, штраф за некачественную продукцию до 30 тысяч гривен и система поощрения для добростовестных предпринимателей. С 4 апреля производители пищевой продукции будут контролировать по-новому. Чего ожидать жителям Одесской области в сюжете Надежда Бондаренко. С 4 апреля вступает в силу закон Украины о госконтроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах. Теперь проверки станут эффективнее и строже. Все это время, что был мораторий на проверки, очень много не соблюдали все правила. Сейчас это очень все запущено в этом отношении. Поэтому мы надеемся, что с вступлением в силу этого нового закона, который дает право инспекторам приходить на проверки без предупреждения, только аудиты у нас будут проводиться с предупреждением, и проверки инспектирования будут без предупреждения. После вступления в силу закона штраф за реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, 8 минимальных зарплат для юридических лиц и 5 минимальных зарплат для физлиц-предпринимателей. Минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривны. Специалисты отмечают, к новшествам не все будут готовы из-за дефицита информации. В рамках реализации нашего проекта объехали всю область, говорили с предпринимателями, которые владеют бизнесом различного объема, формата. И в основном, основной проблемой называют это стоимость подобной сертификации. К сожалению, они обладают очень малым количеством информации по поводу обязательных моментов, которые вводит закон. Некоторые видят в такой ситуации положительные моменты. К примеру, стимул к повышению репутации и конкурентоспособности. В этом помогут сертификаты европейского образца. По сути дела, сертификат подразумевает на украинском языке хорошее слово простеживание продукции от производителя до конечного потребителя. По информации Управления аграрной политики, Одесская АГА всего 49 пищевых предприятий и зарегистрированных 112 уже прошли сертификацию по системе безопасности пищевой продукции ХАСП. Представители управления отмещают, этот показатель может быть и выше. Если раньше, допустим, Одесса обл стандарт метрология могла только сертифицировать, то сегодня это может любая частная фирма, которая прошла аккредитацию, то же самое делать. Причем не только в Одесской области. Если какой-то предприниматель хочет привлечь к этой работе с Полтавы кого-либо, то он может это сделать без проблем. Я уже не говорю об иностранных предприятиях, которые у нас аккредитованы на Украине. Согласно данным областного управления аграрной политики, сегодня в Одесском регионе действует 112 пищевых предприятий, около 1 тысячи сельхозпредприятий и почти 5 тысяч фермерских хозяйств. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, 7 канал. Розовый и желтый снег выпал сегодня ночью в населенных пунктах на юге области. Фотографии необычного явления начали выкладывать утром пользователи социальных сетей. Цветные осадки замечены в Измаиле и прилегающих селах, а также в Ренийском, Белгороднестровском, Болградском, Арцисском, Саратском и Килийском районах. Местных жителей явление напугало. Некоторые даже боялись утром отпускать детей в школу. Беру такой. Такая, как крахмал. Детская присыпка, я бы сказала. Вот, тут вся дорожка, вот, вся она красная. Час назад было все вот такое. Около двух часов дня аномальный снег выпал и в Одессе. С неба посыпалась крупа желто-оранжевого цвета. Исследования снега проводят в городском лабораторном центре госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей. Свои выводы специалисты по безопасности еще не обнародовали. А вот мэр Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Фейсбук сообщил, образцы необычных осадков уже изучили в Дунайской гидрометобсерватории. Так, кислотность снега нейтральная. В осадке присутствует песчано-коричневая смесь. А вот вредных химических веществ не обнаружили. Отмечу, на странице украинского гидрометцентра появилось сообщение, что цветные осадки вызваны перемещением пылевого облака на высоте 3-5 километров из районов Северной Африки. Там накануне прошла буря. Восьмой международный фестиваль клоунов и мимов в Одессе начнется 27 марта. В этом году веселить одесситов комики будут на протяжении шести дней. Фестиваль стартует накануне Дня юмора. Откроют его в Доме клоунов во вторник, 27 марта, показом сюрреалистической комедии-абсурда «Ночная симфония». 30 и 31 марта комики приглашают всех на галашоу «Клоун-марафон», где выступят более 30 артистов-конкурсантов из 10 стран мира. Акробаты, музыкальные эксцентрики, ну все они, конечно, великолепные комедианты. И все это вместе будет называться ассорти-комедиады. Вот эти три великолепных коллектива, которые выступят 29 марта. 30 и 31 марта мы начинаем конкурсную программу фестиваля комедиада. 30 и 31 марта будут показаны совершенно разные программы, то есть артисты будут выступать в течение двух дней. Кроме украинцев, которых будет достаточно много, в основном это киевляне, у нас будут впервые артисты из Японии, у нас будут артисты тоже сольные из Испании и из Италии, у нас будет, как мы говорили, Джефф Хесс, он живет в Германии, но он американец. Глядя на такую погоду, говорят, что 1 апреля мы на улице, весело выступим, то как-то смотришь на погоду и думаешь, не очень-то весело, а оно и тепло. 1 апреля все участники комедиады выйдут на парад клоунов, идти будут по центральным улицам города. Отмечу, в рамках фестиваля Одессу посетит сын великого комика и мима Чарли Чаплина Юджин Чаплин. И таким увидели этот день наши корреспонденты. Уже завтра в 20.00 информационные итоги недели подведет Елена Крылатова. С понедельника в этой студии для вас будет работать мой коллега Игорь Буренко. Я напоминаю, следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону редакции 726-3226. Оставайтесь с нами, это наш город и ваш седьмой канал. Увидимся.